Добрый день уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль nissan murano 2010 года в кузове z51 решил почистить дроссельную заслонку сейчас покажу почему пришел к такому решению здесь сейчас цвета мало освещение добавлен плавают обороты на холостых она стоит работой обратите внимание на стрелку тахометра вот обратите внимание на стрелку тахометра она нет нет подрагивает видно стоит ни с того ни сего раз тряханет раз тряханет не знаю поможет не поможет но вот решил снять и промыть ее почитал здесь можно делать с адаптации можно делать без адаптации без обучения это просто отключить вот видно как стрелка тахометра иногда подпрыгивает в принципе страшного ничего нет но неприятно смотреть на эту стрелку попробуем сначала без адаптации с ними минусовую клемму с аккумулятора снимем заслонку промоем потом поставим включим зажигание выключим зажигание вот таким образом она должна сама прописаться и нормально адаптироваться но не получится будем уже обучать ее пробуем начинаем с того что снимаем минусовую клемму аккумулятор аккумулятор у нас находится справа с левой стороны по ходу автомобиля со стороны водителя вот минусовую клемму я снял и убрал и отвел в сторону оденем ее уже самой последней начнем с того что я для начала откручу вот этих две гайки м6 и уберу в сторону тормозной жидкости тормозной чтобы он не мешал чтобы было удобней после этого я сниму крышку воздушного фильтра и там будет видно если что сниму кожух верхнюю крышку двигателя хотя нам мешать не будет ну посмотрю для удобства я стесняться снимать не буду начинаем с того что откручиваем бачок таким образом бачок отведем здесь мы уже можем спокойно откручивать хомуты с воздушной гофры откручиваем для удобства я отключил разъем от бачка и снял клипсу проводки бачок мы сможем подальше от двинуть снимаем разъем расходомера воздуха нажимаем его и отводим здесь мы отщелкиваем клипсы корпуса крышки воздушного фильтра теперь мы откручиваем вот этот хомут и уже снимаем крышку целиком вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас посмотрим на ней подвод антифриза патрубки... Есть у нас подвод патрубков охлаждения... Вот они два патрубка... Вот он один, вот он второй... Сейчас приготовим болты... Болты восьмерочку возьмем... И ослабив хомуты, сняв патрубки, мы болты вставим в шланги... Закроем, чтобы антифриз у нас не вытекал... После этого мы возьмем шестигранник... И открутим вот эти четыре болта... Два с одной стороны и два с другой стороны... Вот эти вот болты... И отключим разъем... Питание на дроссельную заслонку... С этой стороны у нас дроссельная заслонка чистая... Посмотрим, что у нас с той стороны будет... И уже... Будем ее мыть... Так, ну что, в данный момент мы... Готовим болты... Сейчас скажу, насколько будет шестигранник... Так, шестигранник у нас получается М5... Открываем сначала расширительный бачок... Спускаем давление... Сбросили давление в системе охлаждения... Теперь снимаем хомут... Один и второй... Зашевеливаем шланги... Я приготовил вот таких два болта, но взял не восьмерки, взял десятки... Вот просто заткнули и все... Теперь берем шестигранник... Я предварительно ослабил болты... И откручиваем эти болты... Вот такие болты... Вот такие болты... И вот у нас разъем... Нажимаем... И снимаем... Вот наша дроссельная заслонка... Ну да... Грязная... Вот видно по месту, как она закрывается сверху... По грязи шоркает... Грязь обтерта... Вполне из-за этого может быть... Ну не смертельная... Но грязная... Берем мой... Использовать буду очиститель карбюратора... Так же вам написано и дроссель... Для этого берем тазик и забрызгиваем все... Маленько пусть постоит... Покиснет... И смоем уже... Ну что... Постоял он маленько... Покис... Неценимо секретット... Уживаю мне претер... Самоwave выдачнее все... Легко перепада. Прибудем... Хм... sino... Хм... Бабы... 국уль클�from... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну что, вот мы промыли дроссель, сейчас мы его продуваем и протираем. Продолжение следует... Продолжение следует... В этом углу, где выходит в электронику, надо меньше поливать. Потому что есть приятность, если сальник вдруг пропустит, там резиновый уплотнитель стоит, может залить, сделать неприятности. Поэтому лучше там протереть и почистить. Поэтому я всегда, когда их мою, я их мою вверх, вверх этим блоком мою. И поэтому, вот видите, грязь в этом месте, приходится ее до конца убирать механически. Ну все. Дроссельную заслонку помыли. Вот такая вот у нас теперь она смотрится. Устанавливаем. Ну что, протираем здесь посадочное. И ставим на место заслонку. Сразу так же защелкнем на нее разъем. Хотел показать. Написано. Рено, Ниссан, Хитачи. Вполне возможно, что на Рено где-то такая же заслонка стоит. Вот, наживили один болт. Теперь наживляем второй болт, который держит кронштейн с проводкой вот здесь. И наживляем этих два болта. Прохладка там стоит резиновое кольцо, но оно даже не резиновое, оно силиконовое, поэтому мы новые не ставим, но нормально работает не один раз. Затягиваем мы крест-накрест. Сначала нижняя, опять же, не сильно, немножко подтягиваем, и верхняя. А теперь можно уже на чистую, но опять же без особого усилия, потому что здесь вставляются гайки влиты в пластиковый коллектор, можно вырвать. Все. Вытергиваем сначала один болт, надеваем. И выдергиваем второй болт из шланга, надеваем его тоже. Вот мы оба шланга надели, надеваем оба хомута. И так далее. Все. И так далее. И так далее. Все, оба хомута мы надели. Теперь устанавливаем на место крышку воздушного фильтра вместе с гофлей. Берем, устанавливаем проводку. Надели. Теперь крышку сзади направляющей есть, заводим в направляющий. Она без усилия должна встать. Вот встала. Защёлкиваем обе защёлки. Проводим здесь. Защёлкиваем проводку. Защёлкиваем разъём датчика уровня тормозной жидкости. Устанавливаем на место тормозной бачок. Здесь вот мы снимали патрубок воздушный маленький вентиляции. Устанавливаем его на место. И подключаем разъём на наш... Так, вот здесь вот у нас вставляется. Потом вот сзади, которую мы снимали, клипсу крепления проводки. Защёлкиваем. И на датчик расхода воздуха защёлкиваем. Всё, наживляем обе гайки. И затягиваем бачок. Ну всё, затянул я бачок. Теперь устанавливаем на место носовую клемму. И затягиваем гайку. Ну что, пробуем заводить. Вот вам завелась обороты повышенные, как на прогреве. полторы тысячи. Температура в автомобиле упала. Сейчас посмотрим. По идее должно всё опуститься. Температура вот она. Да, температура поднимается, а обороты опускаются. Пусть поработает пару минут сейчас. Посмотрим дальше, что будет. Двигатель работает мягенько. А вот насчёт того, плавает или не плавает обороты, надо прогреть её. Правда, автомобиль пробежал восемьдесят семь тысяч. До заслонки, в принципе, она чистая была для такого пробега. Обслуживался полностью он у официалов. Свечи я не нашёл. Свечи не менялись на нём. Хотя здесь стоят иридиовые, не на восемьдесят тысяч рассчитаны. Наверное, придётся свечи поменять. Хотя и проверяли. Вроде пропусков на свечах не было. Так, ну вот обороты. Тысяч оборотов. Но обороты всё равно подплавывают. Хоть она ещё стоит на прогреве. Температура приподнялась. Звучит музыка. нет обороты нормально поднижается все нормально ну вот получается дроссельная заслонка без обучения она сама прописывается сама нормально работает кто-то мне говорил что на мурана надо обязательно ее обучать может быть что-то делали не так вот все наглядно видно что ничего обучать не пришлось все работает автомобиль прогрелся до рабочей температуры и обороты снизились до рабочих единственное что чуть-чуть подплавывать да вроде нет чуть-чуть плавает плавают обороты вот они 600 оборотов рабочие ну что вот слышно отчетливо слышно как работает двигатель дроссельную заслонку не обучал не прописывал ничего не делал с ней все это видно на видео что она сама себя прописывает нормально хотя кто-то говорил что на не сам мурана надо обязательно ее адаптировать обучать не работает нормально на этом мы промывку дроссельной заслонки закончили всего вам доброго до конца